Приветствую всех на сайте нашего сервиса. В данном видеоурок я покажу вам как все настроить используя c-панельку. У нас уже есть хостинг с c-панелькой. Давайте посмотрим домены. Здесь есть тестовый домен. Откроем его. Такое содержимое здесь открывается. Перейдем в файловый менеджер. Корневая директория данного домена public.html. И если открыть данный файл, то мы видим здесь то содержимое, которое сейчас открывается на этом домене. Это тестовая страничка. Ее давайте удалим. И непосредственно сгенерируем уже файл клавики. Для этого перейдем в раздел Download.php. В качестве вайта для теста укажем главную страницу Яндекса. И в качестве offer page укажем данный сайт. В качестве гео укажем ру. Сгенерировать. Сохраним файл. Вернемся в файловый менеджер. Нажимаем загрузить. Выбираем наш файл. Возвращаемся. И обновим страничку. Как мы видим, страница дебага здесь открылась. Можем проверить white page. Он открывается. Можем проверить наш offer page. Он также открывается. Теперь нужно перевести клаку в боевой режим. Для этого возвращаемся в файловый менеджер. Открываем наш файл. Выбираем редактировать. И здесь выключаем режим дебага. Меняем он на off. Нажимаем сохранить. Обновляем. И как мы видим, здесь открывается наш offer page. Теперь давайте посмотрим, как будет открываться white page. Для этого укажем гео. Отличный от нашего. Обновим страничку. И открывается Яндекс. То есть наш white page. В принципе, если вы работаете с внешним white и оффером, этого уже достаточно. Но мы покажем также, как работать с локальными white. Создадим здесь папку white. Откроем ее и загрузим сюда шаблон bootstrap, который мы будем использовать как наш white page. Шаблон загрузился. Распакуем его. Удалим наш архив, который нам уже не нужен. И содержимое white перенесем в папку white. Как мы видим, вот она. Теперь откроем наш индекс PHP и в качестве white пропишем здесь white index.html. Так как если открыть white, вот наш индекс.html. Сохраним и обновим страничку. Подгрузился наш white, но выглядит он не совсем корректно. Давайте откроем консоль, нажмем F12, обновим страницу. И у нас здесь есть некоторое количество ошибок, из-за которых white криво выглядит. Давайте посмотрим, куда ссылается этот файл. Ссылается он вот сюда. Но, как мы видим, здесь нет папки white. Поэтому откроем index.html для редактирования. Нажимаем редактировать. Скопируем этот код. Откроем его в любом текстовом редакторе. И так как у нас здесь не указана наша папка, поменяем assets на white assets. Заменяем все. Копируем. Возвращаемся в наш редактор. Сохраняем. Отчистим консольку. Обновим. White в принципе уже, как мы видим, выглядит довольно прилично. Давайте проверим, есть ли еще какие-то ошибки. Да, вот есть одна ошибка. Давайте посмотрим, почему. Как мы видим, здесь автозаменной добавилась папка white еще в одном лишнем месте. Скопируем этот кусок кода. И давайте найдем, где он здесь. Вот он. Удалюем дублирование white. Перейдем в редактор. Ставим новый код. Нажмем сохранить. Очистим. Обновим. Как мы видим, ошибок больше нет. И все работает корректно. Соответственно, в данный момент у нас в качестве white используется локальный white, прописанный в папке. И в качестве offer page используется внешний URL. Ровно то же самое вы можете сделать, указав здесь локальный offer page. Вам также придется немножко подправить пути. Но я не думаю, что это должно вызвать какие-то проблемы. Делается это ровно так же, как и с white. Соответственно, теперь если мы здесь выставим наше гео. Сохраним. Обновим страничку. То мы попадаем на offer page. На этом видеоурок по работе с CP0 закончен. В других видеоуроках вы можете узнать, как работать с SP менеджером, либо с хостингами, либо VDS, VPS серверами напрямую через консоль. Спасибо за внимание. Всего доброго. Удачи.